Несколько дней назад мы вызвали такси в Таиланде для того, чтобы добраться до аэропорта. Ну, на самом деле, тот таксист мне сразу не понравился. Как вы знаете, в европейской, там, легко, в американской системе нет понятия 14 или там 24 часа. У них есть 2 п.м. и 2 а.м. Я пытался ему что-то объяснить, что нам в 2 часа ночи, а не дня. Ночью мы в 2 часа встали, пошли, значит, ожидать. Я ему несколько раз показывал календарь. Когда прошло уже 3 минуты от времени, на которое было назначено, я сказал Артему, что пора бы уже позвонить. Я предполагал, что он меня не поймет. Когда мы также попытались объяснить тайцу, что... Там сидел этот чувак с ресепшена в трусах и в майке. Пожалуйста, закажите нам такси. Он сказал, хорошо. Почему-то, кстати, он был в трусах и в майке. Позвонил куда-то. Мы не знаем, куда он звонил, потому что он как-то очень по-доброму, радостно беседовал, отошел куда-то подальше. Ну, вот как-то. А он говорит, а может вы поменяете билет просто? То есть это невозможно, чтобы такси сегодня сюда приехало. Проще поменять авиабилет, чем у них вызвать такси, наверное. Мы сидели и смотрели друг на друга, молча, в тишине, под ясным звездным небом, под звуки сверчков и комаров. Он может съездить на улицу и вызвать нам такси там. Прям в трусах и в майке поехал в город. Смысл в том, что когда за нами приехало такси... Пикап Тойота. Было уже 10 минут четвертого. Ну, мы туда сели, ехали. Все вроде шло хорошо. Мишка приуснул. Я думаю, дай-ка я зарегистрируюсь сейчас онлайн. Ну, то есть, ну, знаете, чек-ин. Артем сказал, Настя. Малайзия Airlines нашел свой билет. Самолет вылетает. И я там еще заметил такую, что вылет в 5.45. В 5.45. Ну, то есть, на час раньше, чем мы думали. Мы, скорее всего, точно опаздываем. Нам осталось где-то еще минут 30 до окончания регистрации. Включил авиасейлс, начал искать варианты. Артем судорожно смотрел на карту. Я не знаю, как так получилось, но тем не менее, как-то так. Листал ее постоянно. Карта такая удобная в айфоне у меня. Пытался продвинуть электронный вот этот треугольничек, чтобы он быстрее уже приехал к аэропорту. Но наша машина быстрее не двигалась, к сожалению. 120 километров. Сейчас я понимал, что мы едем вообще быстро. Когда был поворот на аэропорт? Таксист пропускает поворот. Oh, we just left. Извини, чувак, я тут 3 года не был. Вот, Артем уже выдирал последние волосы из своей лысины. И вот мы уже подъезжаем к аэропорту. Я выхожу из машины. И мы, конечно же, поняли, что нам нужно срочно бежать, нужно срочно лететь в аэропорт. И слышу, как Мишка просто орет, плачет. Я не понимаю. Подо мной не оказалось земли. Ну, то есть... Вот. Настя выпала из машины, из этого высокого пикапа. Я упала вместе с ребенком. Я повредила немного свою руку. Просто выпала на асфальт вместе с Мишкой на руках. Он был весь в крови, на мой взгляд, просто у него, не знаю, руки торчали из головы. Это была ужасная картина. У Мишки разбита губа, кровь какая-то течет. Мы при этом очень спешим, со всеми сумками, чемоданами. На самом деле он просто упал и чуть-чуть ошиб губу. Это была такая точка. Финиш. В аэропорту, к счастью, мы не опоздали на регистрацию. Точнее, мы опоздали, но там опоздали еще несколько человек. Это было чудо, наверное. Благополучно зашли в аэропорт, в самолет. И дальше все было прекрасно. Ну вот мы сидим в Куала-Лумпуре и всю эту фигню вам рассказываем. В общем, все хорошо у нас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Мишка не выспался ночью. Ночью? Ночью, как он говорит. Устал, вот спит теперь на мне. Мы сейчас прокатились по системе метро, чисто для интереса. Что, заметьте, что люди помогают вообще во всем. То есть, если стоишь и тупишь с этой монеткой. Неопонятно, что с ней делать, тебе обязательно кто-нибудь подскажет. И место уступит в вагоне. Вот. А вообще, метро какое-то немножко стрёмное. Ну, в принципе, мы изучаем и драться будет в жизнь по оловым курсам. Идем есть. Да, идем жрать. Везде, где Настин Голлз, везде есть еда. Везде, где Настин Голлз Такси здесь брать не стоит, потому что стоишь в пробках постоянно. Оно по счетчику, счетчик мотает. Стоишь и смотришь, как слегаются твои денежки. Сейчас едем. Стоишь и смотришь, как слегка.